я вас категорически приветствую на канале мастер викинг продолжаем играть в увлекательно умопомрачительную и в то же время всеми нами любимую игру викинги ачивки что такое ачивки как можно прочитать аккаунт по их наличию или отсутствию что говорят ачивки о данном владельце аккаунта если смысл его бить использовать не использовать и очень много полезной информации можно извлечь из правильного понимания ачивок об этом пойдет речь в этом видео поехали ребята скажу одним из самых важнейших один из важнейших показателей это не только статистические показатели вашего аккаунта но именно и ачивки что можно понять из этого если вы умеете правильно анализировать данные ништяки попробуем сегодня разобраться где у нас случилось пара незаметных пустяков давайте на примере панды я вам примерно расскажу и так как эту ситуацию я знаю как никто другой но я могу вам объяснить и хронологические немножко подтвердить некоторые данные потому что они повлияют на многие показатели атаковать этот город или не атаковать если смысл его бить или смысла нет никакого и вообще кто у него хозяин вот такая вот попытка и такая история смотрите что говорят ачивки давайте начинаем всегда очень важен момент их фактического расположения то есть в зависимости от порядка выполнения у разработчиков есть офигительная тема сделал ачивку значит она вываливается сверху и этот момент многие упускают ну смотрят но ачивки но ачивки но ачивки но ачивки это совсем еще не по не показательная тема значит ну статистику мы рассмотрим в другом видео а пока мы рассмотрим вот этот момент если посмотреть на ачивки сразу первые можно сказать то есть самые плановые ачивки были выполнены сразу это говорит о том что владелец аккаунта достаточно активный игрок да ладно караван чекричайший викинг тебе бог сделать такое количество ачивок на аккаунте было не просто скальп тот самый барон это говорит о том что человек весьма упоротый и весьма усидчивый этот аккаунт уже в принципе попадает под подозрение бить его или не бить меня опять терзает смутные сомнения богатство и успех подсказывают что играл он в нифига себе неплохом кланчики или госики или ну просто умеет ребята зарабатывать ништячки властелин духов опять же говорит что были закрыты все все ас и то есть и охота только началась биверст и белый волк вот эти ачивки общие если они выполнены были давно и они закрыты и они находятся внизу говорит о том что этот аккаунт всегда был в активной игре и поэтому при выборе бить его или не бить я бы лишний раз призадумался но как говорится все меняется аккаунты бывают брошены но вот эти ачивки это всегда подозрение на активного игрока и тут еще одна проблема выпадает это планировщик то есть если это планировщик и человек сделал такое количество итерации по сносу строительству строений это сто процентов уже не ну не лентяй есть некоторые топ игроки которые даже этими ачивками не обладают ну по понятно что сейчас их по воле случаем выбора нету так как вот это вот ништячок дает здоровье 210 процентов у вас нет выбора вам придется его делать может быть потому что у нас нет другого выхода волк ютенхейма это уже 15 итерации то есть на момент выхождения выхода последних обнов у него уже был десятый планировщик и вот это вселенское счастье то есть аккаунт был в активной игре волк ютенхейма храброе сердце было сразу выполнено без базара без заговорочно на одном ивенте даже не успела и сразу был выполнен ачивка гладиатор то есть человек очень активно сыграл исполнительно четко если вам такой аккаунт попадется вы очень сильно призадумайтесь если смысл его лупасить вот этот вот нужно больше воинов говорит о том что мало того что у них войск как говна за сараем так он еще и делает это сразу вследствие чего он всегда и зарабатывает огромное количество голды в госе в клане ну короче со всеми активными ребятами он играет что же мы смотрим дальше что же мы смотрим дальше начинается кровавый ярл он уже делал новые ачивки он не бросился в донат потому что сильно но голда на аккаунте присутствовала и поднимая кровавого ярла и выполняя вот эти вот ачивки он сразу закинул слезы фрей то есть порядок выполнял значит была какая-то донация в эту игру у него был выполнен кровавый ярл но но 13 и на этом все остановилось и как бы и вот такая история после этого наступает искусство войны лентяй что-то поменялось что-то изменилось что-то пошло видимо не так и если предположить что искусство войны а это фарм непосредственно трех видов бустов больших пухлых жирных конечка видных в подвале то это говорит о том что он этого не делает перестал делать так как у него 7 долгожитель можно предположить что значительную часть времени он играет на компьютере компьютер стоит просто тупо включенный и скорее всего если такая ситуация есть на него ющем активно аккаунте это скорее всего попытка быть ловушкой оля ловушкой вот роль исполнительный парень выполнил роля за один так сказать подход поэтому я думаю что в то в клане или в госе где он играет у нее есть прямая возможность значит он имеет отношение к топовому клану и значит все не просто так коллекционер 13 выскочил это говорит о том что он сделал все ачивки уже давно в принципе ему хватило поднять на тринадцатого но не больше если бы он делал это совсем недавно коллекционер был бы покруче скорее всего 14 как минимум вот здесь началась печать 4 сизив ярл всемогущий и о боге первопроходец говорит о том что он с трудом но все-таки даже хватило сил ему написать в техподдержку чтобы ему дали или выиграть у какого-то стримера ну скорее всего так то есть активность у аккаунта просто пропала просто пропала и поэтому единство трех у него осталось девятое значит система доната и количество осколков которые у него на борту находится ну безумие отвага хватило сил и количество войск это продержать поэтому он как бы это смог выдержать и ну играет крайне спустя рукава но в прошлом это был активный аккаунт вот примерно такой порядок давайте сейчас я еще какой-нибудь вот к примеру да вот у нас дефициту ну дима дукалису надеюсь меня простит он не знает да но я могу тоже постараюсь про него крайце в двух словах сказать вы видите вот это выполнено также но с некоторым отставанием первопроходец как остался так и остался я думаю что он не написал заявку на получение вне очередного с воинского воинского знания первопроходца и не получил девятый просто ну потому что марому что или был занят или потому что ну не захотел охота только началась поколитель покоритель без верстов все без вопросов и волк ютенхейма игра на телефоне долгожитель 2 это сто процентов человек донатит активно в игру слезы фрей перекрыты и в основном не за счет ачивок а завоза вливание финансов гладиатор после этого стал воевать белый волк не считал нужным его делать но все-таки его сделал уже с приходом новых ачивок то есть сделал то совсем недавно до этого одна из штурмовых ачивок урон при захвате крепостей которые я считаю должна быть хотя в общем то многие говорят что это не обязательно тем не менее я считаю что это не так она она нужна однозначно друг не белунгов был получен после нужно больше воинов то есть ну график активности игрока была равна разно меняющийся то же самое как и планировщик искусство войны до сих пор 15 не закрыта поэтому не занимается активным фармом троля все-таки сделал коллекционер также 13 воли судеб сделал 15 кровавого ярла 7 огнеодина понятия не имеет как они приходят сизив выполнение ежедневных заданий тоже сильно не беспокоит единство трех одиннадцатая поэтому нет активного желания тратить осколки покупать рунические монеты но тем не менее делает воюет воюет играет играет войска качает войска качает количество убитых ладно просто по стату и мы говорить не будем но примерно исходя из этого из этого графика до из этого графика можно примерно понять какие ачивки когда где и как закрываются если вы встретите аккаунт давайте может куда-то сейчас еще улетим давайте посмотрим ну так давайте что у нас еще сегодня дефилса вот давайте посмотрим на вот на вот этого парня да давайте посмотрим вот на этого парня состав так тихо нет ни на этого давайте посмотрим вот на этого парня тяп-ляп-тяп да ну тофо тофа 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 передов а так давайте посмотрим на тофу все достижения здесь тоже все предельно вот этот порядок видите бить захвата встал сразу караванщика все боевые ачивки сделал сразу как только произошла обнова сразу же но человек слезы фрей возникли позже поэтому активного доната здесь нету но поднимал слезы фрей за счет выполнения ачивки нужно больше воинов богатство и успех кровавый ярл играет опять же также без особого доната поэтому кровавый ярл сожалению только 12 друг не белунга в активность участия в клане было не очень активная играет в основном с телефона скорее всего с нестабильным интернетом но тем не менее планировщик у него выполнен и это пришло после того значит не по собственной воле это сделал безумие отвага до провел ряд итераций получил 13 коллекционера вот эти все ачивки ребята вот этот аккаунт тоже являются достаточно крепким достаточно мощным и достаточно внимательным первопроходец 1 9 значит тоже выполнен сизиф не перестает заходить и дело сизифа в общем порядок ачивок определяет что это за аккаунт если смысл его атаковать но это но это понятно так я ну примерно вы понимаете ход мыслей который я вам говорю если вы встречаете аккаунт с которым вы хотите зарубиться вы должны на это смотреть давайте посмотрим еще раз произведем еще небольшой разбор ну вот это наш ванька электрод здесь все понятно активист такой что как говорится без трусов воду не войдет все планировщик нужно больше воинов опять же хотя планировщика делал после слез фреи кровавого ярла так и не сделал это говорит о том что войска используют по назначению войны они по они по распусканию потому что убил он здесь насколько я могу судить до хранище воинов вот постоянно воюет первопроходца получил или в активном клане или выиграл ну скорее всего захватил сам потому что потому что марому что потому что ну вряд ли я не думаю что это . в асгарде вряд ли выиграл безумие отвага продолжает исполнять сейчас на видать имеет количество очень активный искусство войны 7 огней одина вот это вот активность говорит активном боевом аккаунте если вы такой аккаунт видите я бы рекомендовал лучше бы не связываться и не атаковать выбирайте аккаунт и которые имеют другую историю выполнение ачивок и тогда может быть вам повезет найти аккаунт который можно бить с легкостью и так сказать не задумываясь о последствиях вот такая вот история вот такая рекомендация умейте читать ачивки понимаете порядок их выполнения смотрите состояние аккаунта я дальше расскажу вам какие аккаунты лучше всего стоит бить или все-таки нужно лишний раз об этом подумать подписывайтесь на канал подумайте об этом задавайте вопросы получаете ответы с удовольствием буду делиться своим опытом да пребудет с вами сила с вами я мастер сделать сказку без риска работай как мастер чтобы не потерпеть фиаско